Волица Сябровская областного центра – стандартный панельный дом. Свой рейд супрационники МНС и ЖЭСа вырешили по 6 десятого поверха. И одразу ж… Совместный обход к противопожарному состоянию жилого фонда. Смотрим, имеется ли нарушение в общих проходах, местах общего пользования. В данном случае на вашей площадке имеются ящики. Вот такие скрыни для Городнины знаходятся мальчатую на кожном поверхе. Частей за все для сметепроводов, а ли есть и на огольных пляцовках. Расскажите, пожалуйста, чей ящик возле мусоропровода? Ваш. Ваш? Можно вас на номерочку? Я начальник ЖЭСа в 12-м. Вы в курсе, что нельзя хранить ящики в том числе, загромождать места общего пользования в жилом доме? Ну, слышали. Слышали. Есть пункты правил пользования, которые запрещают гражданам загромождать. Проблема злободенная. Что только не состранишь на пляцовках. В данном случае имеется нарушение ящики загромождения проходов. Ящики ваши есть? Есть. Есть. Ящик не положим, ящик нужно убирать. И велосипеды стоят на площадке еще. Тоже убрать? Тоже ваши, да? С начала сотрудники ЖЭСа выдают предписание. На протягу двух дней вынести с пляцовок, что там находится. Используются на сумленность самих же хоров. От старых владельцев у меня остался ящик, он был в квартире. Ну, я его вынес на площадку. Поставил. Ну, вроде как бы он не мешает. ЖЭС прислал мне предписание, что нельзя, по законодательству нельзя. Я аккуратненько его взял, собрал и выкинул. Ну, остался соседский ящик. Вот. А соседи почему-то такое предписание не исполнили. Не знаю, было ли оно у них или нет. Ну, во всяком случае, ящик, как стоит, их не так и стоит дальше. Соперационники МНС ЖЭСу нагадывают. За невыконание предписаний предуглежена отказность сгодность постановы Совета Министров о правилах користания жильевыми помешканьями. На велосипеды, на ящики, на коробки, все, что встречалось, все это не положено. Это является загромождением. Выданы требования со сроком устранения недели до 1 ноября. После всего будет проконтролировано. Значит, и если требование не исполнено, то собственники квартир, допустившие данные нарушения, могут быть и будут, наверное, если не устранят, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 21.16 административного кодекса. Головное, что требует понять, такое загручивание подъездов в независимых ситуациях может стать причиной трагедии для самих же хоров. Они вроде бы хотят, чтобы было там под рукой все, но в то же время при возникновении чрезвычайности пожаров, чрезвычайной ситуации уже будет затруднен путь эвакуации. Бич этих ящиков в том, что они устанавливаются в проходах, коридорах, то есть на путях эвакуации. И не соблюдается минимальная ширина пути эвакуации. По нормативным документам, минимальная ширина пути эвакуации – это не менее одного метра. Вот тут и варты узважить, что важнее – взрушность, те особистая беспека.